День ВДВ в России отмечают с 1930 года. На территории СССР воздушно-десантные войска были задействованы во всех вооруженных конфликтах. В Сочи проживают около двух с половиной тысяч воинов-десантников. Это участники военного конфликта в Афганистане, контртеррористических операций, локальных войн и вооруженных конфликтов. Сегодня в преддверии Дня ВДВ ветеранам вручили грамоты и награды, в том числе от общероссийской организации Российский Союз ветеранов Афганистана за верность долгу и за верность ВДВ. Это очень важное мероприятие. Почему? Потому что воздушно-десантные войска – это такой род войск, который действительно объединил в себе самые лучшие качества российского воинства. Это те люди, которые всегда идут вперед. У них недалеко же девиз «Никто, кроме нас». Поэтому они это доказали и всему миру, и наши жители нашей страны, наши граждане всегда могут спокойны, что воздушно-десантные войска всегда на чеку. Но основная задача всех, кто сегодня собрался – это растить патриотов нашей страны. Как говорят сами десантники, голубые береты, тельняшки и флаги – это повод для гордости. ВДВ – крылатая пехота. Они неизменно остаются примером силы и мужества. И этот пример они сегодня подают подрастающему поколению. Главная задача ветеранов – это военно-патриотическое воспитание молодежи. Ребята тоже знают о любви десантников к купанию в фонтанах. Однако это не единственная традиция ВДВ. Традиция – это всегда подставить плечо другу, помочь товарищу слабому и всегда быть готовым исполнить свой воинский долг и, как мы служили, отдать жизнь за свою великую родину. Десантник – это на всю жизнь. Каждый год у нас в Москве встреча полка. Мы встречаемся, помогаем друг другу и активное участие принимаем в воспитании подрастающего поколения. 2 августа десантники нашей страны в 89-й раз отметят День ВДВ.